Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы идем по всеночной, и дальше у нас, собственно говоря, 103-й псалом. 103-й псалом – это псалом благодарности Богу за творение, восхваляет автор, а это Давид. Давиду приписывается этот псалом, автор восхваляет Господа, глядя на красоту творения. Господь велик во всех делах своих, все предметы мира, которые мы видим вокруг себя, говорят о его величии и славе. Небеса проповедуют славу Божию, а величие его вещает твердь. Своим существованием, красотой, разнообразием, голосом своей красоты и своего совершенства весь мир хвалит Господа. Ну и, конечно, в этом псаломе очень кратко изображается история творения. Ну и вспоминайте, мы начали разбирать богослужение всеночное, и как оно вот в церкви на самом деле служится, и после начального возгласа «Придите, поклонимся и преподем ему», собственно, и поется 103-й псалом. Он поется не полностью, только некоторые стихи, и вот как это происходит в оригинале. Вот есть более свежая запись трансляции всеночной. Вот, Диакон, восстанете. Давайте прямо сначала посмотрим, не будем перематывать. Вот известные нам уже, собственно... И начинается «Придите, поклонимся», которое мы уже знаем с вами. «Придите, поклонимся» и «Придите, поклонимся» и «Придите, поклонимся» и «Придите, самому Христу, царею и Богу нашему». Вот, кстати, «Ведомому Богу», да, в деяниях, помните, был жертвенник неведомому Богу у язычников, а мы ведаем Бога, Господь наш Иисус Христос. И вот затем Диакон со священником совершают кождение храма, а хор в это время поет 103-й псалом. «Благослови, душа моя, Господа» – это греческий распев. Псалом выбран в качестве начала вечернее, потому что напоминает о шести днях творения, которое, согласно Библии, в первой главе книги «Бытия», началось вечером. Вы помните, был вечер и было утро, день такой-то. На практике, конечно, не весь 103-й псалом поется, он длинный, поются только некоторые стихи, и, конечно, это сильно сокращает длительность богослужения, но, тем не менее, вот так. «Торжественный гимн творцу царя Давида, царя псаломопевца, от которого произошел род Иисуса Христа, восторг, изумление, трепет пред силой и могуществом Творца в этом псалме, все премудростью ты сотворил». «Благодарность, восхищение, переполняющие души псаломопевца при созерцании величия, гармонии и красоты мира, созданного по воле Божьей». И этот древний текст вдохновлял христианских поэтов разных времен и народов. Это и Ломоносов, и мотивы этого псалма «Воде Бог Державина» и «В прологе на небесах Геты». И во время пения псалма 103-го храм просто залит весь светом, как знак того, что в мире царит свет Божий. «Открыты царские врата». Это напоминает нам, что было время, когда человек был рядом с Богом, что человек призван вернуться в это время снова. Вот такой 103-й псалом в греческом распеве. И вот в этих напевах вы уже, конечно, услышите то же, что у Рахманинова, потому что Рахманинов берет за основу вот именно эту мелодику. Но он ее творчески переосмысливает, как мы сейчас с вами увидим. Сотворившему вся. Ну, дальше продолжается всеночная «Слава отцу и сыну». Если перейти ко второму номеру всеночной Рахманинова, то мы должны вспомнить, что Сергей Васильевич берет за основу вот этот греческий распев. Давайте еще раз его послушаем, просто уже отдельно. Вот, обратите внимание, очень простой вот этот рисунок. Ну, это что-нибудь такое, да? То есть это Ре-мажор, да. Ну, вот идет в субдоминанту. Все очень просто. Тоника, Ре-мажор. Такой гармонический строй. Субдоминанта, Соль-мажор. Ре-мажор, тоника и... Лям-мажор. Это у нас доминанта. И опять все в тонику. Все очень просто. И Рахманинов берет для своей обработки ровно те стихи, которые вот нужно пропевать согласно церковному усталу, и облекает это в форму, которая напоминает куплетную. То есть все выстраивается из такого проникновенного соло-альта на фоне аккомпанемента мужского хора и припева «Благословен еси Господи» или «Дивны дела твои, Господи», исполняемого женскими голосами. Иногда к ним тенор еще там присоединяется. И тембральный контраст вот между небесными голосами женского хора и сочными аккордами мужского состава при такой прозрачной очень фактуре рисует картину вот такой необъятной первозданности вселенной. Когда мы слушаем Рахманиновскую «Благослови, душе моя Господа», то мы видим, что он вносит туда изменения, которые направлены на некое упорядочивание знаменной мелодии. И автор Рахманинов Сергей Васильевич придает ей такую большую компактность и стройность, что ли, если можно так выразиться. Ну, например, он исключает некоторые повторы, которые есть в традиционном греческом распеве. Он пропускает несколько заключительных строк, ну, потому что там нет никакого нового мелодического материала, и он вносит некий такой интересный подход в гармоническую структуру этого нотного материала. При этом он сохраняет вот эту важную особенность знаменного распева, построение его по таким музыкально-словесным строкам, в которых взаимодействует логика мелодическая и текстовая. И основой здесь служит отсутствие строгих повторов, равномерных каких-то внутренних членений. Господствует принцип непрерывной изменчивости. То есть вроде бы вот он хаос, но вот Господь творит из него космос. Хаос пытается вырваться, но космос, да, то есть Господь своим творением, творческой силой как-то все это дело упорядочивает. И здесь, конечно, есть такое свободное, непериодическое ритмическое развертывание, которое вот показывает вот эту борьбу хаоса и космоса. Ну, вернее, не борьба хаоса и космоса. Конечно же, это скорее подчинение хаоса космосу под действием божьей творческой энергии. И здесь вот это характерно. В большинстве песнопений Рахманинов вообще не указывает размеров, а здесь он размер проставляет, но постоянно меняет метрику. То есть то 4 вторых, то 3 вторых, то 2 вторых и так далее. Но вот у него половинками идут вот эти вот ходы, то есть все это очень неспешно и последовательно перед нами развертывается. И это, собственно, и есть средство жанрового воплощения, такая картинность. Это не просто какое-то внутреннее состояние человека, это вся вселенная становится предметом вот уже художественного воплощения. Получается такая объемная двухплановая композиция. Два музыкально-образных пласта. То есть солирующий альт — это молящийся и одновременно повествующий персонаж, как бы рассказчик, молящийся или ведущий нас в молитве восхваления Бога за его творение. Эта партия поручена солирующему альту, повествователю. Вот интересно, женский голос. Почему Рахманинов избирает здесь женский голос? Я думаю, потому что вот здесь лучшая представительница людского рода, Богородица Дева Мария, как новая Ева, повествует нам об этом творении. Ну вот, как новая Ева, которая послушанием своим повела мир к спасению во Христе, родила Спасителя и являет нам пример безоговорочного послушания и вот гармоничного отношения с Богом, с Творцом. Поэтому, наверное, все-таки здесь женский голос, а не мужской. И именно поэтому я никак не могу примириться с переложением для мужского хора. На мой взгляд, это нарушение авторского замысла. И если здесь поет мужчина, это немножечко не то. Потому что явно здесь повествование от лица вроде бы псалмопевца с одной стороны, но словами псалмопевца говорит с нами Богородица. Таким густым альтовым звуком. Соло альта подкрепляется таким колоритным, архаичным, гудящим аккомпанементом басов и теноров. А вот второй пласт — это рот такого терцета или дуэта. Высокие голоса, сопрано, альты. Иногда к ним тенора присоединяются. Как бы парящий, такой неопертый на гармоническую опору. И там педаль доминантовая присутствует, а не тоническая. Это вот такие припевы, в которых звучит благодарственное пение, восхваление чуда. Небеса отвечают земным нашим проявлениям молитвенным и восхищающимся творцом. Вот если смотреть на партитуру, то вот уже прям с первых аккордов мы видим, как Рахманинов творчески переосмысливает гармонический строй вот этого 103-го псалма. Помните, у нас всё было чётко. Вот был мажор, вот мы говорили о ре мажоре. Ну, давайте вот в до мажор переместимся, потому что с до мажорного аминь начинается «Благослови душе моя Господа у Рахмана». Да, вот он аминь. Аминь вот поётся, да. И так мы должны были бы что-нибудь такое... Вот так это было бы, да. Что-нибудь эдакое, вот, бодренькое мы бы сделали, ну, потому что вот так в оригинальном греческом распею. Но здесь, конечно, Рахманинов рисует совершенно другой гармонический рисунок. Неожиданно после до мажорного аминь он перемещает нас в параллельный ля минор. И вот это вот первое «Благослови» вдруг начинается вот с таких аккордов. ля минор, а дальше идёт соль-септаккорд. И куда бы мы разрешили, да, то есть вот если бы я писал эту музыку, и у меня был бы греческий распев, ну, ладно, хорошо, параллельный минор. Ну, как надо сделать? Ну, естественно. Что-нибудь такое. Ну и дальше. «Благослови, душе моя, господа». Что-нибудь такое, да? Ну, или если бы я как-нибудь решил заморочиться, я бы сделал как? Вот у нас до мажор, аминь, да? Ну, хорошо, параллельный минор. Вот пусть будет параллельный минор. И разрешить в тот же параллельный минор. Ну, что-нибудь такое, да? Пусть будет соль. И опять в минор. Что-нибудь такое, да? То есть... Но как поступает Рахманинов? Рахманинов нарушает все законы классической гармонии, согласно которым после доминанты субдоминанту ставить нельзя. Но именно это он и делает. И посмотрите, какая краска получается. Ля минор. Соль мажорный сент-аккорд. И он вдруг разрешается неожиданно в фа. Опа. Вот это поворот. Еще раз послушайте, как это прекрасно. И вот уже на фа мажоре. И только здесь до появляется. Да, и вот тут ля опять. И опять через сон. И опять фа. Ну и так далее, да? Вот какое здесь чудесное гармоническое новшество. Это, конечно, совершенно иначе эмоционально окрашивает, ну, просто все произведение. Давайте, в общем-то, слушать. Я много говорю, опять простите. Хочется, конечно, больше слушать. Давайте будем слушать хор под управлением Свешникова. Хотя, на мой взгляд, там с солисткой не самое удачное попадание. Она хорошая певица, ничего не скажу. Но ей не хватает основательности вот в повествовании. И есть некая такая игра в стилизацию, на мой взгляд. То есть там поет не Богородица, а эдакая Марфа-посадница какая-то новгородская. Нужна такая, знаете, вот... Ну, если даже не Богородица, если не Богородица, то, по крайней мере, должен рисоваться образ такой пожилой, грузной игуменьи с искренней верой и восхищением перед Творцом. И здесь вот солистка поет под аккомпанемент мужских голосов и молитва земного человека, как бы, оказывается укорененной в почве. Давайте послушаем. Итак, вот до мажор. Аминь. И вот он начинается, этот ля-минор. И вот это повествование, и басы, и тенора такуют, твердо укорененные, в почве, в дольнем, в нашем, в земном. И вдруг, как бы, небеса вторят вот эти сопрано, и здесь еще сначала тенор с ними, как бы, осуществляя связь земного и небесного. Благословен еси Господи. Дальше. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. И здесь вот эта аккордовая последовательность. Фа мажор, соль мажор, до мажор. И все приходит в ля-минор. И опять отвечает вот эти вот небеса, да? Вторят молитвы ангельские небесные голоса женских партий. При этом, как бы, происходит и отрыв от земли к небу. И присоединяются тенора. Сначала то в виде длинных нот, то в виде слов. Но полностью смешанного хора здесь еще нет. Во исповедание. Вот здесь появляется вдруг краска ре-минора. Вот, погодите, давайте сейчас. Еще раз давайте это послушаем. Вот это немножечко запись. Как бы, вот, не совсем в тональности, но ничего страшного. Во исповедание. Вот ре-минор вдруг здесь появляется. Его не было доселе. Был до мажор, фа мажор. Значит, ля-минор, соль мажор. И вдруг вот вторая ступень до мажорная. Она сразу вот эту блинность придает. Вот, послушайте это еще раз. Вот он ре-минор. И вот в ля-минор возвращается. И в вели-ли-ли-поту. Облекался. Облекался. И очень трудно выговорить. И вот здесь опять доминанта после субдоминанта. И опять. Благословен, Господи, опять вот эти вот небесные отклики. На горах станут воды. Величественное вот это вот равнинное такое повествование. Дивно дела Твоя, Господи. И здесь опять тенора примешиваются. То есть то с тенорами, то без теноров. Иногда просто небеса нам отвечают. А иногда и мы воспаряем до небес. И здесь вот эта борьба этих размеров. Да, то есть вот хаос, он постепенно как бы покоряется творческому началу Господа. Посреди гор пройдут воды. И опять отклик небесный. Но уже без теноров. То есть как бы устал человек воспарять к небесам. Но еще воспарит. Но тем не менее вот это творение Божие все объемлет. А сейчас будет интересно. Новая краска гармоническая. Услышали? Остановлю. Сейчас, погодите. Вот здесь очень важно это услышать. Совершенно новая краска. Вся премудростью сотворил Еси. Премудрость это Господь Иисус Христос. Премудрость Дух Святой. Творческая сила Духа Святого. Отец Небесный. Да, премудрый. Вся премудростью сотворил Еси. Вот здесь как бы творец неожиданно выходит из-за кулис. И это Рахманинов совершенно новой гармонической краской показывает. Вот смотрите, да. Вся премудростью сотворил Еси. Обратите внимание, как он это делает. Ну, обычно же был до мажор, ля минор, да. Ну, и появлялся ре минор у нас. Там-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Опять все время у нас был на ля миноре. И вот здесь вдруг. Вся премудростью. И слушайте, что дальше будет. А? Соль минор вдруг. А дальше и вовсе ми-мажор, септ. Вот это вот, да? А. Неожиданно совершенно. Соль-минор. Ми-септ. Ля-как. Ну, это просто потрясающе, да? И вот это вот совершенно новая, уникальная гармоническая краска. Ее нет, конечно, в греческом распеве. И здесь вот Рахманинов это делает специально. Впрочем, давайте продолжим дальше слушать. И вот. Вся премодрость ее сотворил еси. И тоже даже вот заканчивается здесь на очень интересном вот этом гармоническом ходу. Е-си. Вот идет он. И опять как в начале. Только здесь уже не ля-минор, да, был. Ну, в начале был ля-минор, потом... А здесь вот этот вроде бы до. Такой, как в каданце. Получается. И опять в субдоминанте. Давайте продолжим. Слава Ти, Господи! Сотворившему, сотворившему вся. И здесь вот небеса уже как бы идет политональность, полиритмия. Такое вот наложение одного ритма на другой. И вот. И вдруг. Обратите внимание. К сопрано присоединяются. Мужские голоса идут вот этой нисходящей гармонией. И, наконец-то, все заканчивается в нашем родном до-мажоре. Потому что до этого мы все время уходили в субдоминанту, в фа-мажор. И вот здесь неожиданно, да, мы обретаем законченность. То есть Бог мог бы сотворить мир за одну секунду. Но это не было бы красиво так, да. А вот здесь красота Божьего творения. Перед нами разворачивается шестоднев. Вот это покорение хаоса, да. То есть подчинение хаоса космосу. Благодаря творческой силе Божьей. Постоянно как бы в хаос-то мы уходим через вот этот как раз гармонический оборот. То есть у нас. И вдруг неожиданно опять в субдоминанту, да. Оно красиво, конечно, но как бы незавершенно. И вдруг вот в финале два такта у нас идет вот этот вот нисходящий бас. И все вот это заканчивается, да. Не хватает пальцев. Да, и широчайший вот этот вот рахманиновский аккорд, широчайшее расположение. Да, то есть и наконец-то вот это вот творение приходит в завершающую фазу. Вот еще раз послушайте этот финал потрясающий. Ну, потрясающе. Ну, я уже сказал, что основная трудность здесь, это, конечно, все правильно высчитать. Потому что переменный размер, вот сами смотрите, да, начинается 4 вторых. Но уже дальше быстренько на 3 вторых, опять 4 вторых, потом опять 3 вторых, 4 вторых, 2 вторых, 4 вторых и так далее, и так далее. Переменный размер. И из-за этого иногда некоторые фразы длиннее, короче. Очень трудно сориентироваться хористам. Где, как петь, как правильно все высчитать. Вот этот контраст между земным и небесным очень и очень трудно тембрально показать. Потому что здесь очень важно, чтобы земля не пережатая была, да, чтобы басы вот не давили, не превращались прямо в могильные какие-то басы, да. Потому что здесь земля-то, которая родит еще, да. То есть она вот, всякий кустарник, всякое дерево, да. То есть из вод выходят там животные. Все вот это вот прекрасная песнь, творение еще здесь звучит. А есть тенденция всегда у мужских голосов все это в могилу закапывать. По медвежьей реветь, особенно в финале. Это очень тяжело сделать тембрально. А у сопрано и альтов есть задача не перепищать. То есть не переборщить с небом. Они обычно вот, ну, прям пищат. Очень тяжело их заставить здесь петь хрустальненько. Очень трудно сделать так, чтобы аккорды перетекали один в другой плавно, без толчков. Потому что все время хочется вот эту пульсацию-то ощутить. Ее же трудно, а она должна быть внутренняя, эта пульсация. Ее ни в коем случае нельзя показывать. Кстати, вот в исполнении хора под управлением Свешникова есть эта небольшая проблема. Особенно мужские голоса прям толкают аккорды. Прямо они их акцентируют практически. Это понятно, им нужно считать, им нужно не разойтись с солистом. Но это трудно. И они здесь немножечко пережимают. Ну и, наверное, самая главная трудность. Здесь невероятно важно цепное дыхание. И здесь мы видим, как пыхтят. Они слышим прям, как пыхтят. Несмотря на то, что это я вот здесь иногда эмоционально пыхчу. И меня слышно. А хор-то он же это. Ну, микрофон это не каждого же подзвучивает. Тем более в 60-е годы. Стоят просто пушки, микрофоны так называемые пушки. И пишется хор целиком. И здесь, когда вот слышно, как они прям вот пыхтят и пытаются брать дыхание. Потому что длинные фразы, их нужно выпивать, конечно. Это всегда бросается в глаза. Здесь нужно, чтобы хор был многочисленный. И над цепным дыханием надо здесь прям очень филигранно работать. Сложное произведение. Ну и, конечно, найти хорошего солиста здесь это просто 90% успеха. Потому что без солиста здесь все, конечно, развалится. Кого послушать? Ну что ж, открываем классик онлайн. Ищем там Рахманинова всеночную. И, конечно, я вот для примера-то взял вам хор под управлением Свешникова. Хотя вот этот номер получился не очень, прям скажем. Конечно, здесь надо слушать хор под управлением Полянского с Ириной Архиповой. И это даже без разговоров. Это номер один. Давайте теперь без, значит, вкраплений моих немощных, значит, пальцев, брякающих по клавишам. Послушаем просто этот номер целиком в исполнении потрясающей Ирины Архиповой. По клавишам играть не буду, а замечания буду делать. Вот до-мажорная мень. Вот ля-минор с уходом в фа-мажор. Ну, совсем другое дело. Ой, про фунда как поют, а? Это нижний долг посол. Благословен Иисей, Господи. Господи, Боже мой, возвеличился Иси-Зело. Ну, как Ирина Архипова это делает? Ну, как? Благословен Иисей, Господи. Вот он, Ре-минор, пылинность такая началась. Во исповедании. И ввели лепоту. Облекался Иисей. Вот это вот трудно выпить, ну, пропеть, да? Она с этим справляется потрясающе. Благословен Иисей, Господи, опять. А здесь тенора поют с закрытым ртом. Это очень интересно тоже. На горах станут воды. Благословен Иисей, Господи. Дивно дела Твоя, Господи. Посреди гор пройдут воды. Здесь у мужских голосов было вот это восходящее движение вверх. Воды посреди гор пробили себе дорогу. Это тоже потрясающе было. И вроде бы оно накрещено, а заканчивается все равно Суббитопиано. Дивны дела Твоя, Господи. И вот эта новая краска вся премудростью. Неожиданно. Совершенно, да? Вся премудростью сотворил Иисус. Иисус. И нисходящая у басов. Слава Ти, Господи. И вот пошла полиэритмия. Сотворившему. 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 Вот это вот сотворившему, сотворившему. Перекличка. И вдруг вот этот финал. Послушайте здесь как. И пошли у басов. Нисходящий. И до мажор. Ну, профунда. Красотища, конечно. На втором месте. На втором. На второе место я бы поставил, наверное, все-таки хор храма святителя Николая в Толмачах. При Государственной Третьяковской галерее. Дирижер Алексей Пузаков. Просто потому, что они поют очень церковно. У них очень хорошее голосоведение. Вот в хоре. Ровненько, без толчков. Вот того, что не хватало хору под управлением Свешникова, здесь реализовано очень филигранно. Очень стройно, очень выверенно. Очень аккуратно, тончайше. Но, на мой взгляд, мощи не вполне хватает. Ну, вот давайте прям немножечко все слушать не будем. Ну, вот послушаем хотя бы чуть-чуть. Вот послушайте, как тоненько и красиво. Сопрано почти не слышно. Но как они по-церковному поют. Вот здесь прям, конечно, свечки горят. Все молятся, обратив взоры к небесам. И очень хороший тембр у солиста. Но здесь вот чудесная аккордовая, да, вот эта вот последовательность. Все очень выверено, все очень стройно, аккуратненько. На мой взгляд, мощи не хватает. Вот этой повествовательности, вот этой вот шире. Здесь все-таки, конечно, ощущение, что ты находишься в храме. Причем в храме деревенском, в небольшом. Все немножечко здесь очень камерно, так по-домашнему. Здесь не хватает вот выхода на широту, чтобы вот встать на гору. И сказать, да, вот посреди гор прошли воды. Но здесь изумительные женские голоса, конечно. Ладно, давайте перейдем к третьему месту. Третье место я лично. Это все очень субъективно. У вас, конечно, все может быть по-другому. Вы можете все это воспринимать иначе, чем я. Но, несмотря на то, что я вам говорил, не надо слушать иностранные хоры. Мне показалось интересным хор под управлением Роберта Шоу, дирижера. Он понял, что найти достойную солистку архитрудно. Поняли, Каламбур? Архитрудно найти хорошую солистку. Архиповой на всех не хватает. Короче, он выделил группу альтов для сольной партии. То есть, видимо, специально прямо там стоит группа альтов, чтобы они вот таким хоровым движением проводили партию сольную. Он не один до этого додумался. Несколько коллективов также поступили. Просто потому, что хорошая солистка здесь, я сказал, 90% успеха. Но послушайте, как это реализовано. И постарайтесь не сильно раздражаться на акцент. Тоже немножко послушаем. Но очень интересно. Ну, они очень стараются, конечно. Но при всем при этом, это очень хорошая трактовка и очень хорошее исполнение. Чисто музыкальное. У них очень хорошо получился, на мой взгляд, вот этот фрагмент. Вот с этим гармоническим новшеством. Вся премудростью сотворил Еси. Давайте туда промотаем. Вот, вся премудрость. Вот за счет увеличения массы солиста, партии солиста, здесь прям такой мясистый гармонический склад получился. Прям мурашки по коже. Вся премудростью сотворил Еси. Потрясающе. Ну, достаточно. На четвертое место, или, может быть, третье место с Робертом Шоу, разделил здесь лично для меня, опять же, Виктор Попов. Значит, Академия хорового искусства, Москва. Очень хорошая солистка здесь, кстати, тоже меццо-сопрано Тимофеева поет. Но у них, они взяли быстрый темп. Опять же, они не единственные. И некоторые пытаются решить вот эти хоровые проблемы, особенно с дыханием, с фразировкой, с точностью. Ну, с тем, что сдвигают темп и просто поют быстрее. Быстрее петь, конечно, легче. И поначалу это производит впечатление необычного решения, потом немножечко раздражает. Но у Виктора Попова еще, скажем так, он не очень сильно сдвинул темп. Ну, давайте просто послушаем. Вот Аминь в до-мажоре и пошли. Но здесь еще не самый быстрый темп взят. Хотя даже тут иногда создается впечатление, что перед нами экскурсовод, который куда-то опаздывает и быстро проводит нас по залам. Так, тут у нас малые голландцы. Так, пойдемте дальше. Тут у нас передвижники. Так, все посмотрели. Не задерживаемся. Пошли дальше. Ну, и здесь Господи, Боже, возвеличился Исизило. Так, благословен Иси Господи. Так, по горам прошли воды. Так, вся премудростью сотворил. Дальше побежали. Но, с другой стороны, очень хорошо переклички здесь у них, да? Вот за счет сдвинутого темпа, они как-то вот живенько тогда уже звучат. Вот здесь очень хорошая дикция. Во исповедание и верили лепоту. И облекался, она вот не спела. Облегся, она поет. Ну, что ты за человек? Облегся. Облекался. А вот в быстром темпе не пропевает. Но, надо сказать, что номер, конечно, звучит короче, с дыханием проще, как я уже сказал. И тут еще все нормально. Вот шведы испортили темпом вообще весь номер. Вот шведов не слушайте вообще. Или слушайте, не знаю. Но никогда так больше не делайте. Ну, или, например, а тот же камерный хор имени Рахманину с дирижером Владимиром Козляковым вообще взял и быстрый темп, и солирующую группу альтов. Вот если хотите с быстрым темпом слушать, ну, вот слушайте Виктора Попова. Посреди гор пройдут воды. Посреди гор пройдут воды. Ну, вот здесь тоже вся премудростью. Ну, в общем, неплохо. На мой взгляд, только вот как-то торопливо. Словно ты смотришь вот фильм с Чарли Чаплином. Ну, то есть как-то все бегают. Неестественно, неестественно. Не могу я вот это вот слушать. Ну, вот чисто ради финала давайте дослушаем. Потому что вот в этом темпе финал тоже интересно слушается, на самом деле. Ну, вот эта перекличка сотворившему-сотворившему. Здесь они сделали ретанут. Ну, вот такой был у нас сегодня урок. Ну, а дальше во всеночной, как вам известно, начинается торжественное пение хора, приятный запах ладана, величавые действия священнослужителей. Все это напоминает нам о безбедной жизни первых людей в раю. Затем священник входит в алтарь, врата закрываются, гаснет паникадила. Это такая люстра в центре храма. Не путайте с кадилом. Кадила — это такой железненький сосудик для угля и ладана. А паникадила — это большая люстра. Хор смолкает. И вот тут наступает время вспомнить о грехопадении первых людей, о нашем личном грехопадении. И всеночная продолжается. Но об этом мы поговорим с вами, когда Бог даст нам возможности и сил на это. Следующий номер всеночной Рахманинова — «Блажен муж». Это первый псалом. Ну, об этом как-нибудь в другой раз. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на бусти, чтобы нас финансово поддержать. Помните о моей угрозе. До диез минорную прелюдию перевести в ми минор. Ну и сделать переложение для хора, придумать меркантильные слова и спеть это не самым лучшим в мире тембром. Подпишись. Скорей на бусти. Подпишись. Скорей на бусти. Подпишись. Впрочем, это шутки. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все, идите в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...